180 пошел, давление. Перед хирургами на операционном столе лежит 76-летняя женщина. Два месяца назад пенсионерка смогла побороть ковид-19. Но после этого у нее начались серьезные проблемы с сердцем. У нее есть грозное осложнение. Это критический стеноз артального клапана. Если мы ей не окажем помощь, есть опасность, что разовьется отек легких, который приведет к гибели нашей пациентки. Чтобы продлить работу сердца, было принято решение заменить один из его клапанов специальным механизмом. Вот только провести открытую операцию невозможно. У женщины бластома молочной железы. Поэтому искать путь к ее сердцу пришлось через ногу. Клапан заводится через бедренную артерию по проводнику, который предварительно мы устанавливаем в полость левого желудочка. Фактически это как парашют. Мы подводим к месту больного клапана и на больной клапан открываем здоровый клапан. А уртальный клапан представляет из себя три треугольные створки, которые ритмично открываются и закрываются. Когда они начинают недостаточно раскрываться, то организм перестает в должной мере снабжаться кровью. Есть вероятность, возможность того, что при открытии клапана, створки, которые клапаны, есть свои перекрои коронарной артерии. Но мы это проверяем, всегда делаем баллоны в валевую пластику, то есть оцениваем риски того, что возможность этого закрытия. Баллоны взлетаем, мы готовимся взять у вас клапан. Как будет готов, скажите, пожалуйста, мы пока уложимся и руки помаем. Такие клапаны, по словам врачей, бывают двух видов – механические и биологические. Первые полностью сделаны из искусственных материалов. А вот для биологических используются элементы животного происхождения. Например, часть этого клапана сделана из ткани зверя, чьи органы очень схожи с человеческими. На него специальной технологией наложена трехстворчатая конфигурация. Фактически это обработанная наружная стенка, наружная оболочка сердца свиньи, которая обработана специальной щелочью, устранена антигенная структура, чтобы не вызвать реакцию отторжения трансплантата. Сама операция занимает всего полтора часа. Все это время врачи действуют практически вслепую. Они не видят того, что происходит внутри, и ориентируются лишь на рентген, который отображается на мониторах в реальном времени. На нашей практике уже больше 60 клапанов, поэтому для нас это для отделения сердечно-сосудистой рентген-хирургии это на сегодняшний день штатная операция. Опыт с 2015 года по 10 операций выполняется в год. Такой прибор будет помогать сердцу гонять кровь 5-6 лет. Чаще всего через такую операцию проходят люди старшего возраста, которые могут не перенести серьезного хирургического вмешательства. Но после этого их и без того трудная жизнь становится чуточку легче.